Уже традиционно в рамках празднования Дня Независимости в Славутиче проходят бардовские концерты. В этот раз концерт прошел в модном ныне Сити-Квадрате. А перед концертом мы повстречались с несколькими участниками программы. Прежде всего, это первый концерт, который у нас со времен, скажем, второй жизни фестиваля проходит в отдельном помещении. Мне приятно чувствовать, что ради нас в центре Славутича построили Квадрат. Сити-Квадрат, да, это специально для этого фестиваля. Да, специально для нас, да. Мы запланировали. Серьезно, все как обычно, Сашенька. Все как обычно, мы стоим на берегу Днепра, получаем огромное удовольствие, без конца поем эти свои бардовские и не только бардовские песни. Ну, а, конечно, Дань Славутичу, нашему горячего любимому, мы, конечно, сейчас исполним наш супружеский долг. А как-то коронавирус подействовал на бардов? И вот этот карантин и все прочее. Это вопрос ко всем, кстати говоря. Может, новые песни появились о коронавирусе? Да, да, да. У меня, например, тоже точно появились несколько песен про коронавирус. Но, значит, отменилось огромное количество фестивалей. Вот, и поэтому каждый фестиваль нарис золото. Когда вся такая нитель началась, значит, выскочили такие строчки. Вот такая сказочка, лучше не проси. Бродят люди в масочках нынче по Руси. В этом вижу минусы. Ближних не любя, сохраняют вирусы строго для себя. Покуря форточку, сердце тлеет грусть, масочку на мордочку надевать боюсь. И, несмотря на то, что много фестивалей очень отменилось, ну, есть золотые места с золотыми, бриллиантовыми людьми. Например, таковым относится Серебряное озеро в Псковской области, где снимался фильм «Мы из будущего». А я туда езжу лет на 5-6 побольше, чем фильм. Вот, съездил, автостопом. Вот. Поимел огромное удовольствие от общения с живой природой, с людьми, с которыми напелись песен. Фестивали стали всемирными, потому что мы оседлали ЗУМ, который предназначен только для конференции. И надо было обламывать, спасибо Вите, он провел работу большую, что надо обломать в ЗУМе, чтобы он перестал коверкать гитару и голоса, которыми поют, они говорят. Сделали это, да. И пели, встречались, причем сразу это Израиль, Греция, Америка, сразу те ребята, которые туда уехали, которые хотели бы участвовать, и другой возможности нет. Появилась эта возможность. И вот сейчас ее используем тоже. За очень короткое время возникла целая субкультура, просто взрывная такая. ЗУМ-культура. Да, зум-культура. И буквально все-все-все, кого хотелось видеть, услышать, да вдруг вот взяли и появились. И это так здорово, что, ну, как говорится, спасибо коронавирусу, что сказать. Я на Славутическом фестивале с самого первого, с 95-го года. И, по-моему, там вы были, по-моему, конкурсанткой. И конкурсанткой, и ведущей была. Да, лауреаткой. Два фестиваля, я вела все концерты. Это благодаря Славе Вострякову. То есть он доверил мне ведение двух фестивалей. А коронавирусу не пострадали, нет? Нет, все прекрасно. Чем славился фестиваль Славутич? Байрак знает. Всегда он говорил, для меня это авторитет. Чайханой. Конечно, к сожалению, сейчас в этом формате сделать то, что мы вытворяли, мягко говоря, на славутических чайханах, наверное, у нас не получится. Но, я думаю, в сегодняшнем концерте какие-то элементы, я думаю, все-таки будут оттуда. Поэтому спасибо Славутичу за гостеприимство, за то, что мы здесь, что это возможность увидеть друзей вживую, не через Zoom. Вот. И мы постараемся сделать так, чтобы вам в этот вечер было хорошо. Я обязательно хочу сказать, что выразить большую благодарность, как всегда, на славутической администрации, которая действительно продолжает любыми правдами и неправдами нас поддерживать. И в этом году у нас появился еще и меценат. Это Иван Чаус, благодейный фонд Марии Русовой, да, вот, он нам тоже помог. Сам концерт начался с бардовской группы «Рок-н-ролл на поляне». С песней, чем-то напомнившей старинные ритмы британской группы. «Рок-н-ролл на поляне» «Рок-н-ролл на поляне» Сто процентно бардовские песни спела на концерте Татьяна Домиловская. Сосульки тают на балконе, соседский кот уйдет в бега, расправят листики бегони, и можно окна отворить, и можно ждать гостей к обеду. А свитер взять и подарить, хотя бы своему соседу, ведь все равно сойдут снега. Блистал Ильинчик Леши, который в своем традиционном стиле блуждающие музы импровизировал и подшучивал над некоторыми исполнителями. Звучание на концерте и стихи так очень ностальгическими воспоминаниями подвеяло от стихов Александра Мороза. «Дом Булгаковых столетий печалится под фатальным, под тринадцатым номером, ведь жильцы его давно не встречаются за столом и где-то маются по миру, но мне кажется, их тени колышутся, тень писателя в окне обозначилась. «Что вам слышится теперь? Как вам дышится? Что вам пишется, Михаил Афанасьевич? Антикварные ряды, свои правила, самовары да цепочки с сережками, а вожди, что мир делили и правили, обернулись вдруг простыми матрешками». А Ерина Гречук порадовала не только стихами, но и замечательной походной выставкой, рисунками-наблюдениями. «Что выбираешь? Листопад или подолист? Куриное тут одно, плоды с различным вкусом. Себе самого дольше поделись, а искушение хоть закончится искусством». А вот Юрия Кашуцкого зрители впервые увидели без традиционной шляпы. «Облетает жёлтый каштановый ст, а багря не мокрый, не прорисхилый, я люблю найкраще за синих мист, и любит ему долги живущие силы. А в Киеве дождь, полывая в бытви и доли, в Киеве дождь, льём печерскую на подоле. Дождь, прощены сегодня хрящаты, дождь и усутенькая дня почата». Дмитрий Макликов спел несколько дворовых песен, песню на польском языке и замечательную песню из репертуара Владимира Высоцкого. «Пока не запрещенного», – пошутил он. «Когда вода всемирного потока вернулась вновь в границы берегов, Из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь, И растворилась в воздухе до срока, А срока было сорок сорок. И чудаки, ещё такие есть, Вдыхают полной грудью эту смесь, И ни наград не ждут, ни наказания, И, думая, что дышат просто так, Они внезапно попадают в такт Такого же неровного дыхания». Алексей Ленчик – фигура многогранная. Он не только импровизировал и шутил, но и спел замечательную лирическую песню. «Разбегаешься, бежишь и пожалуй, В голове твоей паришь до Варшава, А в душе твоей высокой соколье Бьётся ветер одинокий до були». А в финале выступления прочёл абсолютно новые стихи Киевского поэта Артёма Синчила. Он, кстати, оформил замечательными рисунками Книгу Ильинчика, В которой перекликались и тема Майдана, И тема того, что происходит сейчас в Белоруссии. «Каждый первый гражданский становится грозным бойцом Из тюрьмы и сумы, выбирая войну и свободу. И пускай оставаться на месте, Есть много причин от себя не сбежать, От судьбы не уйти в подворотню. Говорят, даже Бог никогда не бывает, Один. У престола не дремлет на страже небесная сотня, И мелодия дня никогда не приходит одна. То ли скрипка поёт, то ли ярко гремят барабаны. Просто в нашем районе Вселенной Любовь и война расположены рядом, Как вечное небо с Майдана. Неразрывная свобода и боль, Как народ и спецназ. Бьются камни о каске, Гремя, как пустая посуда. И встречая героев, Архангелы множество раз На воротах Эдема Рисует рисунок трезуба. Олег Король, впервые приехавший Славутич, Высказал комплименты нашему городу. Я хочу сказать, что мне очень понравилось место. У вас чудовое место. Я желаю ему всего-всего лучшего. И, користуючись моментом и нагодой, Хочу приветствовать славучан С праздничным святом Независимости. Побожать мирного неба И оптимизму. И мне очень хотелось, Чтобы мы, святковище День Независимости, Завжди не забывали Про хлопцев, наших украинских хлопцев, Яки на Сходе Захищают нашу независимость И завдяки Яким Мы имеем мирное небо. И спел достаточно интересную Украинскую версию Знаменитых вагонных споров Макаревича. Випито все до дна И поезд летит Крізь-підьму листопада Маршрутом Киев-Війна И двое в плацкарті Заплутались в часі Звелись, не вступав ніхто Один говорив В нас війна на Донбасі А другий казав АТО Один говорив Нема діри нікому Важців знову зрадили нас А другий твердив Причина у тому Що треба на все свій час А перший кричав Ця країна пропаща Ні гетьмана, ні мети А другий повчав Треба вірити в краще Ірина Регонькова прочитала Свої стихи Август, ветром пиши нам На скрижалях Своїх облаків Як склоняється, як згибаються Вспомінать надоведливий зуд Всіх душіць, зверобоєв, ромашіх, теплый запах Вони не спасли Нас від стылых асфальтов І в серых типових городських коробках А после того, как Несколько песен Удивительным голосом спел Владимир Бондарьков Ведущий концерта Виктор Байрак Вспомнил Кого ж он ему напоминает Пытаюсь вспомнить Кого ты мне напоминаешься И вот сейчас до меня дошло Вот именно с этой песней Это Дьяв Гилов В опере «Иисус Христос» Суперзвезда Просто пугай Понимаете? Безусловно, играет Владимир И поет очень органично Мальчик кормит в титул Белокрылых чая И не замечая Что творит добро Хлеба серебро В праздник обращая Так он жизнь прощает Просто и хитро В мире, что как я Уязвлен изъяном После всех потерь Посреди тревог На жизни С морем океана Александр Крамер Традиционно шутил Особенно понравилась Песня Дольского О пьяненькой русской душе Сижу, хлебаю воду с хлебным Классом Не в силах вспомнить Кто же меня попил Спросил жену Немалерным басом Когда пришел И сколько я пропил Еще, говорят, ругался На соседей Топор искал Зубами так Скрипел Потом присев На детском лесопеде Катался в ванной И марсельезу пел Сам Виктор Байрак Большой поклонник экспериментов Вместе с вольным музыкантом Костей Бушинским Спел несколько песен Из своего нового альбома Абсолютно не в бардовском стиле Хочешь Постою на дороге А хочешь Впеймаем машину И запринамось Десь У Крымой Дрозе Да я покажу Святину Да дружину И ты будешь Стоять на противне И над тобой В последнем концерте Понимал участие ветерана авторской песни Лауреат Грушинского И многих других фестивалей Оптимист И романтик Несмотря на свой солидный возраст Александр Вербицкий Я страшно люблю город Славутич Приджастный город И большой вам привет Города Николаев Мы немножко южнее Хочешь 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 И вообще Эта жизнь Она Таки довольно Непростая И Хочется И знаете Пройти так Оптимистически С модерной Совсем Поэтому Такие песни Ведь он Это всегда Хорошо Если есть Паруса А паруса Это крылья души Это символ Движения Это купол Спинафера Рующийся Вы с небеса Это ты Капитан И плевать На ханру И за мнения Это ты Выбираешь Жизнь И ложишься На курс К этой точке От счета По жизни Судьбе И по сути Потому что Валяясь В постели Не взойти На эльбрус Не споткнуться Сорваться Со скал И спугаться На сути И принущем Это спектакль То ли чья-то игра Ну а может быть Все-таки Матрица Финал Бардовского концерта Уже Несколько лет подряд Традиционный Переведите меня Через майдан Там плачет жінка Более полную телеверсию Концерта Смотрите нас Следующая неделя В четверг Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому